Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO проектах. Одним из таких проектов является платформа Royal Sting. Подробнее о платформе я сейчас расскажу. В целом, суть платформы заключается в предоставлении возможностей трансграничных денежных переводов, используя блокчейн и свою экосистему. На самом деле очень востребованный продукт в самое ближайшее время. Подобные работающие, живые финансовые экосистемы, которые предоставляют возможности платежей, оплат, денежных переводов, не используя устаревшую банковскую систему, это все будет очень сильно востребовано и размер ниши, которую займет эта платформа зависит, та или иная платформа зависит только от качества ее реализации. На мой взгляд, платформа Royal Sting имеет большие шансы на успех. Советую вам обратить внимание на TokenSale, на STO платформы, больше внимания и присоединиться к ней. До конца STO осталось 87 дней. Достаточно времени для того, чтобы изучить платформу, познакомиться с разработчиками, командой. Вся информация есть в соцсетях. Ссылки на все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео, там же ссылка на белую книгу и сайт проекта. Пожалуйста, обратите внимание на платформу Royal Sting, на STO проекта, на мой взгляд, оно продлится в целом до конца мая. Собственно говоря, до 30 мая будет проходить STO, поэтому есть время для того, чтобы принять участие. Вся информация о TokenSale есть на сайте, а также, естественно, в белой книге. Теперь в двух словах о том, что такое Royal Sting. В предыдущих видео я уже рассказывал. Собственно говоря, это видео является напоминанием о проекте и для тех, кто не смотрел предыдущие два, является такой отсылкой к первоисточнику о нем. Royal Sting – это финтек B2B и B2C экосистема. Главной целью этой экосистемы является интеграция цифровой экономики в традиционную финансовую и товарную среду, а также создание единого и понятного шлюза для финансовых учреждений, обычных потребителей и решение целого ряда устаревших процессов финансовых и экономических взаимоотношений. Построена на технологии блокчейн плюс DAC, каждый пользователь может проводить безопасные сделки, продавать, покупать товар, цифровую валюту, не беспокоясь за безопасность своих данных, а также потерю личных средств. Внутренняя цифровая биржа Stingdex не хранит средства пользователей, они передаются посредством прямой передачи P2P, тем самым становясь автономным и безопасным инструментом для каждой из сторон. Децентрализованная биржа, одним словом, будет, ну то что она будет своя, будет удобно, то есть это будет удобно как для пользователей, соответственно проект большой, проект рабочий, соответственно биржа будет содержаться в хорошем состоянии, я думаю, что это очень важно. Ну и как инструмент безусловно будет востребован, как дополнительный инструмент проекта. Трансграничная цифровая система переводов предлагает революционную технологию мгновенных переводов и глобально решает существующую проблему платежей иммигрантов по всему миру. Система сочетает в себе многогранную безопасность, основанную на децентрализованной системе хранения данных в блокчейн-сети, мгновенную скорость перевода средств, получатели и отправители видят результат в режиме реального времени. Возможность осуществлять все сделки 24 на 7 на 365 в год. Но все это выглядит очень хорошо. На самом деле сама идея не вызывает сомнений в ее востребованности, все зависит от качества реализации. В рамках экосистемы Royal Sting будет работать цифровая долевая ценная бумага RSF, которая используется для идентификации участников, которые имеют возможность на получение части дохода от деятельности проекта. Вот в чем заключается разница в сути СТО. То есть вы приобретаете цифровую долевую ценную бумагу. Вот это все очень важный момент, который опять же будет вселять уверенность в инвесторов. Далее также в рамках проекта будет создана RSU, трансграничная цифровая единица. Это внутренний будет StableCoin, курс которой один к одному будет приравниваться и конвертируется к любой фиатной валюте на выбор пользователя, участников проекта. Отлично. На самом деле это, ну вот, такие моменты, они выдвигают проект вперед по сравнению с конкурентами. Ну вот, как бы выбирая проект, стоит обращать, безусловно, внимание на такие вещи. B2B и B2C платформа на основе P2P технологии. Простота и безопасность в взаиморасчетах с помощью цифровой валюты Sting, части экосистемы Royal Sting, создана для цифровизации международного и локального товарооборота. RSU используется в качестве единой расчетной единицы, где пользователи имеют возможность продавать или покупать товары и услуги. Вот это вот тоже очень важно. здесь мы имеем возможность не только перевода различного назначения, перевода средств с различным, например, назначением, то есть там не только оплату и передачу, а покупку в промышленных масштабах. Вот это вот все очень выводит проект, опять же, на другой уровень. Децентрализованный escrow – это обеспечение безопасности сделок пользователей на основе шифрования данных в сети блокчейн. Ну, безусловно, это тоже очень важный и очень востребованный элемент. На мой взгляд, платформа более чем интересна с точки зрения инвестирования, да и, собственно, востребована как инструмент в бизнесе завтрашнего дня, да уже самого ближайшего завтрашнего дня. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на платформу Royal Stink и принимайте решение о участии в ней. Экосистема Royal Stink включает в себя полный набор инструментов для финансовых и бизнесных структур. Ну, вот что входит в экосистему? Это B2B, B2C площадка, покупка, продажа товаров и услуг. Это дебетовые кредитные карты, стейблкоин, пополнение, снятие в терминалах обслуживания. Это цифровая peer-to-peer биржа, обмен или торговля цифровыми активами, децентрализованный скроу, то есть безопасное проведение сделок, мобильное приложение, конечно, и трансграничная цифровая система переводов в мир без границ. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл на СТО платформы Royal Stink и принимайте в нем участие. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok